Сокольническая линия метро подросла на четыре станции. От Саларьева ее протянули в поселок Коммунарка в Новой Москве. Теперь метро рядом с домом получили жители Картмазова, Прокшина и Коммунарки, а их путь до центра столицы сократился в среднем на час. Трассировка линии необычная для Москвы. Она проходит посередине магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Первые две станции Филатов, Лук и Прокшина наземные. Ольховая и Коммунарка построены под землей. Филатов, Лук и Прокшина похожи как братья-близнецы. Они расположились возле одноименных населенных пунктов. Высокие потолки и большие окна на платформе напоминают о железнодорожных вокзалах XIX века. Перроны оформлены в белой гамме, выходы в ярко-красных и желтых тонах. Такая игра красок поможет пассажирам лучше ориентироваться на станциях. Станция Ольховая находится в самом сердце административно-делового центра в Коммунарке. Она привлекает внимание еще с улицы своим необычным вестибюлем. Одним он напоминает корабль из фильма «Звездные войны», другим — истребитель или бумажный самолетик. Посмотрим, что внутри. При спуске на платформу открывается вид на мозаичное панно. Оно, как осенний листопад, переливается всеми красками природы. Платформа выполнена в стиле оригами. В отделке использованы гранит, черных и серых тонов, мрамор белого цвета. Изюминку станции придают светильники на потолке, которые напоминают бумажные самолетики. Станция Коммунарка находится на пересечении новой магистрали — Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и строящейся трассы МКАД аэропорта Стафьева. Отделка из гранита и мрамора отличают станцию светильники-квадраты, которые проходят через всю платформу. Со станции можно будет сделать пересадку на Коммунарскую линию метро. Она пройдет от улицы Новаторов до Троицка. Сейчас переход уже готов и ждет открытие новой линии. Табличка «Нет посадки» здесь временная. Коммунарка недолго пробудет конечный. За ней появится еще одна станция — Потапово. Другое рабочее название станции — Новомосковская. И вторым этапом пойдем с строительством от строящейся БКЛ до Коммунарки и до Троицка отдельной веткой метро. Так что Новая Москва становится реальной частью столицы нашей Родины. Поздравляю вас! Территория вокруг станции больше напоминает сквер. Поставили лавочки, беседки, качели. Около Филатого луга, Прокшина и Коммунарки появились перехватывающие парковки. Ольга Завершнева, Иван Крабков, СтройМОЗПРУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова